В московском областном суде начался процесс над участником банды убийц, который летом прошлого года вместе с сообщниками устроил стрельбу прямо в здании суда. Они завладели оружием конвоиров и попытались сбежать. Несколько обвиняемых были убиты ответным огнём, а вот выжившие теперь ответят за вооружённые нападения на силовиков. Слово Виталию Кармазину. Лёгкая ухмылка и отсутствие реакции на вопросы. Хазратхон Дадахонов на скамье подсудимых сидел словно манекен ни одного движения. Он единственный, кто выжил после нападения на конвой Мособлсуда в августе 2017 года. Тогда бандит получил ранение и, по собственному признанию, перестал понимать русский язык. А кто бы с инициатором был вот этого побега? Вы роли как-то заранее распределяли? 1 августа 2017 года Дадахонов и ещё четверо подсудимых после очередного заседания оказались в тесном лифте с двумя конвоирами. Бандиты напали на сотрудников правоохранительных органов, отняли у них оружие, девушку конвоира пытались задушить. Когда двери лифта открылись, бандиты сбежали. Приставы, полицейские и сотрудники Росгвардии, находившиеся в суде, тут же начали розыск. С беглецами бойцы сошлись в одном из залов суда. Началась перестрелка. Свидетели слышали не менее 20 выстрелов. Преступники ранили сотрудников полиции и Росгвардии. По факту побега Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело по факту нападения подсудимых на сотрудников правоохранительных органов в Московском областном суде передано в Главное следственное управление Следственного комитета России для наиболее полного и объективного расследования. Беглецы были фигурантами дела о нападениях на подмосковных водителей. Участники банды на протяжении двух лет жестоко убивали автомобилистов. Преступления совершали вечером. Разбрасывали пластины с шипами или так называемые куриные лапы на дороге. Водители попадали в ловушку и выходили, чтобы проверить пробитое колесо. В этот момент к машине подъезжали убийцы и открывали огонь. Таким образом были убиты 17 человек. Рафику Гельманову удалось выжить. Услышал хлопок в районе переднего левого колеса. Хлопок был необычный. Как только остановился, включил аварийку, сразу же сзади меня загорелись фары автомобиля. На автомобиле до этого я не видел. И как только они загорелись, я сразу помчался. Бандиты обкрадывали убитых. В квартирах преступников были найдены вещи жертв и арсенал оружия. Это ваше оружие? Нет. А чьё? Не знаю. 35-летний Абдумуким Мамачёнов. Его ликвидировали во время перестрелки в Мособлсуде. Побег из здания пытался устроить Холик Субханов. Родной брат ликвидированного лидера группировки Ибайдулы Субханова. У одного из нападавших полицейские нашли заточку. Как она оказалась у подсудимого, непонятно. Но ясно одно. Побег преступники готовили заранее и с особой тщательностью. В действительности бандитам грозил пожизненный срок. И, видимо, им было нечего терять. Единственный, кто выжил, Хазратхон Дадахонов. Сегодня он не признал свою вину. Хазратхон Дадахонов в августе этого года уже был приговорен к пожизненному лишению свободы. Как раз за многочисленные убийства в составе банды. Этот судебный процесс грозит ему вторым пожизненным сроком за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Виталий Кармазин, Игорь Никулин, Александр Фролов. Вести. Дежурная часть.